Основной вопрос очередного заседания правительства области в формировании комфортной городской среды. Прямо здесь, в правительстве региона, была организована выставка, где наглядно представили успехи и перспективы реализации этого приоритетного проекта в районах области. Здесь же была установлена урна, куда каждый мог опустить свои предложения по благоустройству конкретных объектов в населенных пунктах. Глава областной власти тоже оставил здесь свои соображения, правда, уточнять, что именно в них содержится, не стал. Своё предложение в плане обустройства городского пространства города Саратов сделано? Это же тайна, я же бросил. А тут будут мнения и будут из большинства убирать. В самом начале заседания Валерий Радаев рассказал, что год начался сложно. Снегопады, коммунальные аварии, связанные с перепадами температуры. Здесь не обошлось без критики в адрес коммунальных служб. Глава региона дал понять, что большинства проблемных ситуаций можно было избежать. Даже если аварии не избежать, реакция ответственных служб должна быть незамедлительной, как и достоверное информирование жителей о ходе и сроке завершения работ. Недопустимо каждый случай разрешать в ручном режиме, создавая штабы, подключая всю вертикаль власти. Было упомянуто о том, что работы по благоустройству выполнены на 194 территориях в шести городах области. В 11 городах проведены мероприятия по благоустройству мест массового отдыха, то есть парков и скверов. Тем не менее у присутствующих возникли вопросы. Не менее важно содержание общегородской среды, которой созданы бульвары, парки, скверы, та же Волжская улица. Тут надо какие-то правовые механизмы выработать, и она должна быть все время под постоянным присмотром. Мы с руководителем муниципалитетов уже не только думаем, но и отрабатываем юридический механизм, при котором тот подрядчик, который фактически возводит эту общественную территорию, впоследствии ее эксплуатирует. Ну и в заключении обсудили итоги проведения в области года экологии. Профильный министр Дмитрий Соколов рассказал о том, что в области создана самая масштабная в Приворском федеральном округе система по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также рассказал о том, что в 2018 году будут продолжаться мероприятия по улучшению экологической обстановки в регионе. В частности, будет реализован федеральный проект сохранения и предотвращения загрязнения реки Волга. В рамках его будут создаваться очистные сооружения, в частности, в городе Вольске. Александр Булонский, Олег Бирюков, Саратов, 24. Субтитры создавал DimaTorzok